Всем привет! Тут солнечная Италия на проводе. Сегодня сухой, холодный день. То есть сухо, вот сухой воздух, не влажный на улице. Я бегу домой, хотя надо было забежать в магазин, купить соль и хлеб. Но сейчас там такая очередь, я представляю. О, кто-то потерял штана и туфля. Кто-то со школы шел, наверное, выпало. Я на велосипеде ехал. Ой, не выспалась. В общем, сегодня что? Мы на ужин должны поехать. К Портосу не будет Джуэлы, потому что она до 12 работает. Вот. А мы, по идее, должны поехать на ужин, который будет готовить он. Ужин. А потом он сказал, ой, ну а потом на следующий день на обед поедем к тебе. Я говорю, что вы ко мне так рветесь? Говорю, вы задолбали. Я говорю, вас пригла... Ну, я еще не сказала ему, но я вам говорю, что, конечно, я их приглашу. Конечно, я хочу похвастаться, что у меня будет стоять кухня. За эту кухню разговоров было 12 лет мы за нее разговаривали. Ну, 10. Едь, едь, мальчик. Вперед смотри. Конечно, я хочу ему показать, и ему, и ей, и всем, что вот, смотрите, как можно жить, как можно мечтать, стремиться. Конечно, я бы все сделала на кухне, в коридоре, конечно, бы я показала бы. Пусть бы знали. Знаете, здесь собаки, я постоянно здесь обхожу. Но не сейчас. Говорят, ну, на обед и рвутся ко мне, и рвутся ко мне. Рвутся. Чеда контента их позвать. Хай посидят для контента. Видео поснимать. Не знаю, я в раздумье. Я завтракала. Спасибо, кто написал, что вот это вот для чая, куда Саша уже выкинула. Смотрите, пришла, Сашка салат нарубала. Конечно, наверное, все мясо, наверное, нарубала. Что-то, смотрю, картошки мало. Но все равно спасибо приятно. А вот, вы написали, что это для... Сегодня я чай пила. Липсом. А нет, я сегодня пила фруктовое утром. Все, сейчас я буду салатик поедать. Вот, переключаемся. Давайте отведаем, что Саша приготовила. Там осталось все картошка, яйца остались. Ну, картошки маловато, но они, между прочим, не нравятся, когда много мяса. Сейчас, соль мало осталось. А ты солила? Соли и мясо? Здесь закончилось. Видите, как молодец. Хотела проверить, правильно сделали или нет. Когда мало майонеза, накладываем туда салат, банку встряхиваем. Ой, приятно приходить домой, когда дома наготовлено. Скажите, вот в любой дом приятно возвращаться. Я сегодня вот так вот ходила. Я сегодня ходила на виолончель на занятия. Видите, только одни реснички подкрасила. Спрашивали, синяя тушь у меня или какая. Да, да, синяя. Ходила на виолончель. Настроение хорошее. Вот, Саша любит мясо. Ну, молодец. Ой, у меня слюна течет. Она себе наделала оливье. И это самое, мне оставила. И говорит, ну, сейчас-то мы сядем опять рубать. Ммм, бомба. И так мелко нарезала огурчик. Молодец. Видно, открывала огурцы. Вкусно, но я, видно, солила. Я их подсолила. И котлет вчера вечером Саша наделала. Она налепила, я потом нажарила. Ой, девочки, оливье это все. С мясом очень вкусно. Мне вот как-то, мне сказали, что можно с грудкой делать. Как-то с грудкой ни разу не делала. Сегодня, когда ходила... Ой, пересарила. Когда сегодня ходила на курсы по велончели, там была девочка, она из Молдовы, по-моему. И она говорит, вот мы делаем... Тоже сегодня, говорит, будем готовить русский салат. Уже, говорит, все поставили варить. Типа сегодня же вечерний этот, ну... Вечерний этот... Типа ужин уже перед Рождеством. А другая говорит, а как вы делаете русский салат? Она говорит, мы... Туда Добавляем картошку. Говорит, морковку. Говорит, перцы. Говорит, какие перцы? Да, перцы, я говорю, перцы. Я говорю, мы не добавляем перцы в русский салат. Говорит, что-то это у вас уже, или не русский, какой-то молдаванский салат. Она говорит, нет, мы Добавляем перцы. Я в жизни такого не слышала. Бомба. Умничка. Я порезала мелко-мелко-мелко-мелко-мелко-мелко-мелко порезала. Молочина. Девочки говорят, что вы не сделаете спинку? Блин, подушки страшные. Сама сказала, делать не буду. Нужно, чтобы кого-то попросить. Попросить некого. Во-первых, по-вторых, Потом все сделаем. Девочки, это не салат, это бомба. Как приятно приходить домой, все приготовлено. Девочки, неужели оливье делают с перцем? Очень вкусно. Молодец, Саша. Ей мясо нравится, много мяса наложила. Так что, девочки, что? Только что звонила. Карлу говорю. Что ты делаешь? Только проснулся. Сейчас, говорит, надо квартиру убирать. Помочь некому. Понимаете, девчонки? Мальчики, мужчины. Он так странно готовится к этому Рождеству. За 12 лет он так никогда не готовился. Или это точно, что мы стареем? Вот мне надо поехать все купить. В доме убрать. Эти собаки там на улице. Кира со мной. У меня машины нет, я же не могу на пользу, я же не поеду ему помогать. На машине меня забрала, я бы поехала, свободно. Подарки хочет нам подарить, я не знала. Подарит, потом скажет. Вот, потом будет мне говорить, за 50 рублей считывать, ну. Субтитры сделал DimaTorz. Добавил субтитры сделал DimaTorz. Добавил субтитры сделал DimaTorz. Добавил субтитры сделал DimaTorz. Сказал, что пока не знает. Он еще в кровати лежит. А то копошный боем занимается. Глянь, не лезут в новую коробку с едой. Надо, чтобы тот корм доели. Надо сегодня пластику выставить. Не хотят. Там же разные вкусы я им беру, как кошкам еду. Вот такие вот большие пакеты я беру. Девочки, будет порядок. Когда-нибудь он же будет. Конечно, я приглашу и Лину, и Джелу. Когда сделаю кухню. Пусть посмотрят. Я хочу похвастаться. Ну, это же католическое родительство. Я вообще его на углу праздник. А для них это с кровью, этот праздник они чувствуют. Почему он не поехал домой? Я вообще не знаю. К родителям. Чего тут сидеть? Бомба. Саша, молодец. Я думаю, что она мне названивает? Я вчера все наварила. Оно остыло. Я поставила в холодильник, чтобы картошку было хорошо резать. Картошки, видно, мало порезала. Огурчик порезан мелко-мелко-мелко. Умничка, дочка. Спрашивали в комментариях, говорят, почему нет детских площадок. Потому что у них дети до 12 лет без присмотра родители не гуляют. На улицу не выходят по закону. До 12 лет вы не имеете права оставлять ребенка одного дома. Поэтому нет площадок. Потому что до 12 лет родители детей водят на площадки. Вот там есть парк закрытый. Забором оградили. Там есть маленький парк, лавочки, две качели. И все. У меня София вообще долго очень не выходила сама. Наверное, лет до 13. Если не до 14. К адвокату я дозвонила 27 числа. Мне надо принести документы. Которые нам дали в полиции. Саше надо деньги отложить за... Куда давай в монтане, а море? В джиннаде. А? А в джиннаде. Ну, с ямой джиннаде. А какие джорно? В 17. А, ну, в 17-ых числах. В января. Надо купить Саше чемодан. Не забыть купить ей термобегуди. Термобелье. Девочки написали, посмотрите, в детлах. Надо попросить. Вот Карла, чтобы отвез туда. А что вы написали, что термобегуди волосы портит? А что не портит? Это же обыкновенная пластмасса. Горячую пластмассу навязали и все. Это же не плойка. Люстру потом надо сюда посмотреть. Может, как хорошо, что я не купила люстру. Я вам когда-нибудь покажу на фотку люстру. Спрашивали, как найти ваш тикток. Я не знаю, как его найти. В тиктоке я подписана вот так. Что-то я там вчера намудрила с монтажом. Ровно спасибо, кто перешел подписываться. Подписываются. Девочки, нет ничего лучше маминого обеда. Пришел домой. Котлеты, картошечка-пюре. Салатики. Сашка спец порезала вообще. Просто видно, что не ленила. Не надо за солью бежать. Нужно обязательно побежать за солью, за хлебом. Машин куча в городе. Прямо все итальянцы проснулись, потому что семейный праздник. А сегодня будут отмечать в ночь, как рождественская ночь у них. А завтра уже обеды. Поменяются подарками. Поговорят. Баксик. Сейчас поем. Я буду смотреть что-нибудь на ютубе и нарежу салага еще. Потому что мы прямо в тарелку режем. На тарелку сполосну. Нарежем и в холодильник. Потом, когда хотим, достаем. Я без лука делаю. Вот я уверена, что Саша в свою дальнейшую семью она перенесет делать оливье на празднике. А Софии она такое не ест. Ей не нравится. А Сашке нравится. Александр и Денис. У него двойное имя. Последние две ложки. А еще сейчас сяду. Буду спокойно резать картошечку, морковку. Не знаю, если там надо будет яйца доварить. Потому что я вчера... Я яйца вареные просто обожаю. Я вчера яйца вечером съела на раштуке. И сегодня утром. На завтрак. Обожаю яйца вареные. Больше, чем жареные. Чаек теплый. Очень долго держится тепло. Ой, прям вообще такая красивая, да, Лёш? Мы привыкли уже, что у нас он стоит на... На столе здесь. Но потом... Я его поставлю на столешницу туда. И там будет стоять сахар. Ну, как я думала, и будет стоять пакетики или чай. В гранулах. Потому что даже если он здесь будет стоять, это надо... Ну, не знаю. Но здесь он классно, конечно. Он красивый. И он сразу как самовар нажал. Кипяточку подлил. И вставать не надо. Потому что здесь на скамейке девчонки приходят. Там подушку ставят. Надо эти наложки выкинуть старые. Вот. И прям ложатся, ноги кверху. Тут телевизор будет висеть. Вообще сказка. Телевизор сейчас куплю после праздников. Куплю телевизор, повешу его сюда. Будет создавать какую-то компанию тебе. Компанию, да? Мы так вот берем. Слушайте, когда приходишь в ресторан или в кафешку заказывать оливье, ты не такой же оливье кашеобразная. У них прям видны как-то картошка. Квадратик прям виден. Как они так делают? Хотя у меня мама тоже так. Я не знаю, что так. В моей комнате открыто окно. Нет, села на подоконник и сидит. Спит. Молодец. Хорошая респонса. Ва-бэй, не ворали хачу. Тут-то. Девчонки, ладненько. Мальчики, мужчины, всех с наступающими. Рождество, он кто отмечает. Пусть мечты сбываются. Дай Бог здоровья каждому. Особенности детям, родителям. Он вот. Всем, кто отмечает. Все, кто верит в этот праздник. Не просто там посидели, пожрали, побухали. Но кто действительно верит, это ваш праздник. Я вас искренне поздравляю. Дай Бог вам всего хорошего, доброго. Все, я сейчас спала с на тарелку. И это. И буду резать салат. Достану все на салат. И подрежу салат, чтобы он у нас был. Чтобы не расслаблялась я. Все. Всем пока-пока. Пока.